Я вот только что сейчас приехала после тренировки, хотела камеру вот здесь вот поставить, но получается, что я против света и темная, меня вообще почти не видно. Неудобная камера, конечно, для того, чтобы держать, но, по крайней мере, я здесь контролирую, что в кадр попадает. У маленькой камеры такого нет, хотя она намного легче. Короче, у меня опять много мыслей в голове. Я недавно выставила видео, в котором говорила о том, сколько нам осталось жить, то есть рассуждения какие-то болтологические у меня проснулись, темы в голове. И мне так приятно, что вы прониклись моим вот этим состоянием и очень захотели мне помочь. Сначала у меня сработал некий момент сопротивления, критики, но потом я посмотрела правде в глаза, и есть доля истины в том, что нужно вставать рано. Но это не единственная причина, почему я ничего не успеваю. То есть, да, нужно вставать раньше, тогда будет больше день, потому что ты когда просыпаешься рано-рано утром, у тебя такое ощущение, что у тебя весь день впереди. Но я такой сама по себе человек, что я могу дела делать, и они у меня не привязаны ко времени суток, то есть это не нужно мне куда-то ехать, где-то работать. То есть у меня свободный достаточно график, я могу перемещаться когда угодно. Все мои дела, которые у меня есть, они не привязаны ко времени суток. То есть я могу этим заниматься, и у меня в основном просыпаются, куда бы ее поставить, просыпается энергия на переделку дел как раз именно к вечеру. Присяду хотя бы, чтобы можно было держать. Вот, именно как раз к вечеру. И что я вот делаю, чем я занимаюсь, чтобы вам было более-менее понятно, да, какие-то вещи, которые... Да сейчас все можно электронно сделать, даже подать документы, например, на загранпаспорт, можно будет через интернет, через МФЦ, так вот я и сделаю. Налоги можно через интернет оплатить. Очень мало дел сейчас осталось, которые нужно делать как-то стационарно, вот так вот онлайн. Чем я в данный момент занимаюсь? Это Фаберлик. Фаберлик у меня много времени занимает, моя работа. И причем я это могу делать вообще круглосуточно. У меня очень много времени занимает монтаж роликов, потому что я каждый день стараюсь выкладывать ролики на каналы, что на первый, что на свой второй канал. И поэтому, что-то как-то не знаю, я в камере себе не нравлюсь, так вот подальше что ли как-то. Рисую картину, читаю книги, готовка как-то, ну я не знаю, много всяких мелочей, я думаю, кто... Конечно же удивятся те, у кого маленькие дети, которых нужно распихать там по садикам, по разным кружкам, подготовить к школе. И знаете, как у нас энергия дается с делами, то есть энергия дается с делами на их осуществление. Если у вас появляются дела, если у вас появляются дети, то у вас естественно, и у меня естественно появятся какие-то промежутки свободные. Ну мамочки, я понимаю, крутят у виска, говорят там, у нее времени не хватает, а что делать нам там с двумя детьми, когда на нас и работа, и двое детей. Если честно, я не представляю вот наших родителей, я беру своих, у меня мама работала, у нас было двое детей. Мы были самостоятельными, да, конечно, мы приучены к самостоятельности, и это наш плюс. Но в то же время мы не видели ни мамы практически, ни отца, нам никто не занимался. Мне хотелось, например, на пианино научиться играть, но маме некогда было следить за мной, чтобы отправлять меня в другой город. У нас не было в нашем поселке, ну негде было научиться, и мне приходилось бы, меня приходилось бы отправлять куда-нибудь в другой город. Благо в советские времена были кружки практически в каждом, ну как в маленьком райончике. Не нужно никуда было далеко ходить, это было прямо в нашем квартале. Я не понимаю, как вот сейчас при таком темпе жизни совмещать работу, причем офисную работу не такую, что там, как вот я, например, могу себе позволить уехать отдыхать, не работать вообще. Да, а вот мамочки, которые привязаны к офисному графику с 9 до 6, делать еще какие-то дела помимо работы, детьми заниматься. То есть, ну, это очень-очень сложно, я считаю, что мама у нас героиня, и, конечно, бы им мужчину, с которым бы не пришлось работать, заниматься домом, семьей и так далее, либо иметь какое-то дело для хобби. Так, а к чему я, собственно, говорила? Да, я пришла с тренировки, супер здорово, не сказать еще, что я прям привыкла и что я в это влилась, поглотил меня спорт, от которого я жить не могу. Я сейчас пока себя заставляю ходить, то есть у меня нет ощущения еще наркотика от спорта, когда я прихожу, когда я, наоборот, не хожу и чувствую недостаток чего-то. Такого у меня еще пока нету, мне нужно себя заставлять, но если я раньше находила причины, чтобы не пойти, например, у меня были первые, наверное, недельку, то у меня настроение что-то не то, то у меня много дел, то сейчас мне намного проще бороться со своим внутренним, я со своей внутренней нехотелкой. Мы же в основном не делаем не потому, что нам лень, и у нас нет времени, а потому, что у нас нет желания. Это никак не к теме о том, о чем я говорила, что я не успеваю. Я на самом деле хочу многие вещи делать, но нет. Пришла я сейчас вот с тренировки и хочу заварить себе вот такую вот фунчозу. Я очень быстро говорю. Не все люди, у которых речь медленно, воспринимают меня и успевают за мной. Медленнее я, естественно, говорить не буду, потому что это моя вторая натура, под каждого не подстроишься. Поэтому, естественно, проще меня смотреть тем людям, которые вот на одной волне со мной. Вот эту вот фунчозу заварю, дома у меня кушать нечего, ничего я не готовила. Мясо в холодильнике размораживается, яйца уже вчера сварила, будет у нас крабовый салат. А сейчас вот эту вот фунчозу. Причем стоит она недешево, 100 рублей. Она под тайским соусом с ананасами и тамариндом. Я надеюсь, что она не сильно острая будет. Тут какие-то грибы и с арахисом. И мне еще понравилось то, что она без глютамата. Другую я посмотрела, которая с грибами шиитаки, по-моему, была, или шиитаки, как они, шиитаки они называются. Она была с глютаматом натрием. Я решила вот это вот взять, попробовать. Тамаринд это какие-то бобовые. Вот здесь вот паста из тамаринда. Я вам сейчас покажу, заварю и покажу, как это все выглядит. Еще пока я сегодня ничего не ела, кроме одной сосиски и кусочка хлебушка. Я мало на самом деле ем. Я ем часто. Те, которые вот Сашка со мной живет, он говорит, ты постоянно что-то жуешь. Я просто ем маленькими порциями и часто. Поэтому такое ощущение, что как будто я целый день жую. Когда была в спортзале, мне много что хотелось вам сказать. Приехала, ты забыла. Зря камеру не взяла. Нужно всегда с собой носить камеру. Ну что, на меня зарядки осталось. Я материал перекидывала вчера для монтажа и не вытащила. Я ее из USB не положила в сумку. Но, знаете, я всегда с собой беру видеокамеру. Нужно делать так, как в песне. Потому что не знаешь, что тебя подстерегает, когда у тебя найдет вдохновение. Бывают такие периоды, что ничего не хочется снимать, такие дни. А бывает, что неважно в каком-то состоянии. Вот видите, не накрашенные мне вообще. Вот я многие смотрю блогеры, они не выходят не накрашенные. Может быть, они и красятся каждый день. Я когда дома, никуда не надо выходить. Хотя вот тоже хочу какой-то флешмон для себя устроить, чтобы ни день не быть не накрашенной. Если уж я куда-нибудь выхожу, даже в спортзал, чтобы быть на высоте хорошо выглядеть. Потому что, как ни крути, какие бы мои красивые не были без макияжа, А я себе, бывают такие периоды, знаешь, подходишь к зеркалу и такая, бах, ты себе нравишься. А бывают периоды, смотришь, блин, что-то как-то к тебе вот что-то не то. Даже вот при разной камере, я сейчас так держу камеру, я такая вот, я себе нравлюсь. Как-то перевернул, свет по-другому упадет. Я уже мимика другая, я уже себе не нравлюсь. Ну, как мне накрашенные. Конечно, у нас макияж, он украшает, как ни крути, кто бы не говорил, что мы за естественную красоту. Если вы посмотрите любого человека, любую звезду до и после, разница будет колоссальная. У нас макияж, он украшает, он подчеркивает наши, можно даже сделать какой-то легкий макияж. Вот, допустим, у меня гровки сейчас не подведены, не имеют форму. Если придать им форму, то уже лицо по-другому будет выглядеть, рельеф лица по-другому будет выглядеть. Мне сейчас нравится спорт, я прям кайфую от него. В каком плане? То, что я вижу результат. У меня уже болит попка. Я вчера была на бодискульптор плюс стречинг. У нас было 90 минут тренировка, 60 минут боди, 30 минут стречинг был. И... Сигализация не поймала машину. И сегодня вот я была на плавании. Я вот кайфую от того, что я вижу результаты. Что у меня цвет лица другой становится. У меня немножко выравнивается кожа. То есть, она у меня даже как-то подтягивается. Я уже не вижу таких вот припухлостей мешков там под глазами. То есть, я даже на состоянии кожи улавливаю до и после тренировок. И это только начало. Я всего лишь занимаюсь 10-го, получается, февраля. Сегодня у нас... Какое? 25-е февраля. То есть, еще не вечер. Мне нравится. Я вижу результаты. То есть, я уже вижу результаты. Единственное, мне кажется, что я начала, наоборот, набирать вес. У меня жир начал куда-то влазить. Сашка говорит, это у тебя просто мышцы начинают выталкивать твои жировые складки. То есть, я, наоборот, у меня в боках там где-то прибавилось. Я смотрю, как-то джинсы мне уже стали поуже. Все. По-моему, закончилось. А то прорвало. Смотрите, как все классно здесь сделано в этой лапше. Первый раз такой вижу. Идет арахис отдельно. В кунчозе нужно заварить на 3 минуты. Закрыть крышку. Она внутри как пластиковая, что ли. Потом через 3 минуты написано, обязательно нужно вылить. И добавить такой вот ингредиент. Тайский соус и вот это вот. А я думаю, что с ним что-то будет, если зеленый бобок. Если она стеклянная, же лапша. А я, если честно, стеклянную лапшу не люблю. Что с ним будет, если через 3 минуты не вылетит в воду? Она раскиснет, что ли? Потом вам итоговый результат покажу. Вот что у нас получилось. Немножко необычный вкус. Сладковатый, кисловатый, островатый. И сверху вот арахисом. С арахисом я еще не пробовала. Довольно-таки прилично для еды из коробок.